Как же мы можем дать решение, чтобы услышали его? Мы в итоге только для тех, у кого есть точки в сердце. Но через тех, у кого есть точки в сердце, если они будут работать правильно, то мы исправим весь мир. Потому что эти 90% ты видишь, куда они идут, они ищут папу. И они пойдут? Они пойдут за внутренним отцом. Они почувствуют, что здесь есть некая группа, у которой действительно есть цель, есть будущее, есть сила, видение и духовная связь, и духовная сила. И поэтому они пойдут за этим. Не сегодня, через 10, через 20 лет. Так и будет. И не должен быть какой-то один лидер. Группа, которая представляет из себя людей, которые соединились, которые справили себя в любви между собой. И они могут показать этот пример другим. Поэтому есть между ними духовная сила, потому что они находятся в любви между собой. А не какой-то выскочка, который такой особый, у него есть связь с Творцом. Это не пример, это снова отец. Это должна быть группа. Должно быть собрание людей, плохих по своей природе, эгоистичных, которые справили себя до ступени любви между собой. И в любви между ними они могут привлечь других тоже к тому же центру, центру любви. Только таким образом. Нам нужна сильная духовная организация, не более того. И они почувствуют изнутри, поскольку мы относимся к одному телу. Здесь есть рожь, здесь есть сила, которая влечет, определяет, ведет, передает жизнь всем тем клеткам, которые относятся к ней. Нужно только принадлежать.